Офигеть! Я просто не верю своим глазам! Ребята, вы только посмотрите на это! Вокруг нашей любимой и родной деревни жителей номер 13 установили вот такой вот высокий забор. И плюсом на входе и на выходе из деревушки установили пост настоящих полицейских. Я, если честно, вообще не понимаю, что тут, блин, происходит. Я проснулся буквально две минуты назад, вышел на улицу, увидел вот это, блин! Сразу же забежал домой, взял камеру, вышел на улицу и начал снимать для вас вот это новенькое видео. Что тут происходит, я пока что не понимаю. И целью сегодняшнего ролика будет в этом всём разобраться. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И, судя по всему, у нас огромные-огромные проблемы, потому что... Ну, ну не просто так, ребята, вокруг деревни установили этот забор. И более того, установили буквально за ночь, пока вся деревня жителей просто-напросто спала. Я, блин, просто в шоке. Вот тут, Пиксель, ты такой не один. Абсолютно все жители нашей деревни напуганы. Никто не понимает, что случилось. И что самое интересное, полицейские не отвечают на наши вопросы, а просто начинают бежать на тебя с дубинками. В деревню никого не впускают и никого не выпускают. Офигеть, блин. Вот это новости. И что мне теперь делать? И как быть-то, блин? Я-то хотел сегодня во всем этом разобраться, но, знаете, ребята, как-то в мои планы не входило получение дубинкой по лицу сегодня. И я просто не понимаю, где все жители деревни? Почему на улице только три, ну максимум четыре носатых бродят? Я не понимаю, где кузнецы? Где фермеры? Почему окна в деревне побиты? Что вообще за ерунда тут, блин, происходит? И кажется, ребята, кажется, я вижу еще небольшую толпу носатых. Жители, здорово, ё-моё, вот вы где, блин! О, Пиксель, доброе утро. Если, конечно, можно так выразиться. Мы с жителями тут кое-какие тоннели обнаружили. Вот, решаем, кто первый будет их испытывать на себе, так скажем. Подожди, подожди. Чего ты сказал? Вы с носатыми обнаружили какие-то тоннели? Ёшкин кот. Это еще что такое? Откуда, откуда эти тоннели тут появились? Ой, Пиксель, да кто его знает? Мы с носатыми просто ходили по деревне и заметили вот это, блин. Как нам кажется, один из этих тоннелей ведет наружу из нашей деревушки. И если выбрать правильный тоннель, то можно действительно сбежать из деревни. Ё-моё, жители, да если это правда, я сейчас просто вперед всех побегу и проверю каждый из этих тоннелей. Ну, если вы, конечно, не против. Да, конечно, мы не против, Пиксель. Мы капец как боимся, что там случится с нами что-то. Поэтому, если ты это сделаешь, мы будем тебе очень благодарны. Да, конечно, я это сделаю. Я прямо сейчас с подписчиками проверю каждый из этих тоннелей. И найду выход из этой деревушки. Ребята, перед просмотром этого ролика обязательно прямо сейчас поставьте лайк на это видео. Потому что, как вы знаете, лайки очень сильно прибавляют неуверенности в себе. И она мне сейчас капец как сильно понадобится. И давайте не терять, ребята, драгоценное время. И прямо вот в первый тоннельчик заходим и начинаем проходить, как я понимаю, тут какие-то испытания. Ладно, ладно. Будем надеяться, что всё будет нормально, ребята. Но, блин, это как-то, знаете, необычно. Ёшкин кот, я не ожидал такого. Я думал, тут, знаете, просто какие-то развалины. Какие-то руины самые настоящие. А тут действительно испытания. Ладно, окей. Будем, ребята, всё это проходить. Потому что мы вместе с вами в испытаниях большие-большие профессионалы. Прошли вместе с вами вот такой вот импровизированный паркурчик. И после чего попадаем вот в такую вот комнатку с сундуками. В сундуках, как я понимаю, абсолютная пустота. А это значит, ребята, что мы вместе с вами что-то упускаем. Мы упускаем с вами какие-то, например, вот такие вот рычаги, ё-моё, которые кто-то спрятал за частами. Раз этот рычаг не срабатывает, ребята, нам необходимо найти какой-то второй. И вот теперь всё работает. Офигеть, какие высокотехнологические испытания тут, ё-моё. Блин, ребят, я, конечно, сейчас могу показаться вам глупым. А может, это полицейские специально сделали? Ну, сначала построили испытания. Подготовили вот эти вот тоннельчики, чтобы мы вместе с жителями их обнаружили. И после чего построили вот этот вот импровизированный забор. Ну, я, конечно, не знаю, для чего они могли это сделать, ребята. Но, вероятнее всего, для какого-то прикола. Так, я нахожу какую-то яму из лавы. И, как я понимаю, наша задача с вами туда прыгнуть и опуститься вниз. Ё-моё. И дальше что? Капец какой-то, ребята, что тут нафиг происходит? А, тут ещё есть спуск вниз тоже с какой-то импровизированной водичкой. Офигеть. Видимо, ребята, продолжение, как говорится, следует. Ладно, ребята, видимо, первый тоннель для побега не очень-то сильный подходит. Вот то, что мы и говорили, Пиксель. Там 100% есть какой-то подвох. Носатый, не переживайте вы так. Есть ещё два тоннеля и время тоже ещё есть. Ну и силы, конечно же, тоже у меня присутствуют. Так, вот сейчас, я надеюсь, там точно вода, блин. Так, прыгаем, ребята, и да, здесь в этом плане всё нормально. Далее у нас ещё одна какая-то комната с какими-то непонятными печками, с какими-то непонятными красными блоками шерсти. Как я понимаю, в печке лежит наверняка какая-то кнопка, может быть, рычаг или что-то подобное. Вот, кстати, рычажок я обнаружил. И, как я понимаю, на одну, на одну из вот этих вот шерстей, если, конечно, можно так выразиться, нужно установить рычаг для того, чтобы двери открылись. Ребята, всё весьма логично. Дальше ещё какая-то комнатка, ещё одни железные двери и ещё одно испытание. На табличке написано цифра 3 и вот такая вот стрелочка вправо. Так, подождите, я не понимаю, ещё вправо нужно идти, я не знаю, на клавиатуре стрелочку понажимать. Я не понимаю пока что, что нужно сделать. Возможно, что-то повертеть надо. Слушайте, вот это, на самом деле, интересная теория. Давайте попробуем. Один, два, три. Ничего не происходит, окей. Хорошо, давайте попробуем ещё раз. Один, два, три. Один, два, три. Да не работает ничего. А если вот здесь, ребята? Один, два, три. Ну? О, работает! Офигеть, блин! Я такого ещё не видел! Это что за колдовство? Таких крутых испытаний, ребята, на моём канале давно не было. Если вы ещё не поставили лайк, самое время исправить это прямо сейчас, блин. Потому что это капец как сильно интересно. Далее у нас тут какой-то, а, сундучок, который открывает дверку, и мы вместе с вами должны быстренько туда пройти. Интересное испытание, интересное. И как я понимаю, дальше мы должны сделать ровно то же самое. А, а где сундук, ребята? А, вот он! Вот он спрятан! Ёшкин кот! Офигеть, блин! И то, если честно, он не работает. Значит, где-то есть ещё один сундук. И кажется, и кажется, я его вижу, ребята. Проходим, проходим ещё одно испытание. И теперь осталось найти ещё один сундучелло, ребята. И вот он, вот он, красавчик. Открываем его и... А! А! Ёшкин кот! Какая нафиг лава! Какая нафиг лава, блин! Как мне выйти отсюда? Всё понятно, ребята. Всё, блин, понятно. Второй тоннель для побега из нашей замечательной деревни тоже не подходит. А значит, остаётся только третий тоннель. И тут два варианта, ребята. Либо полицейские реально над нами жёстко прикалываются, либо вместе с вами мы прямо сейчас всё-таки сможем отсюда сбежать. Заходим в этот тоннель, попадаем в первую комнатку с какими-то непонятными наблюдателями. Так, очень интересно. А что мне тут делать, извините меня, пожалуйста? Что мне делать тут, наблюдатель? Наблюдай, как говорится! А что делать-то, я не понимаю. Трава какая-то непонятная стоит. Чё-то, если честно, я ничего не понимаю. Тут стекло какое-то, тоже наблюдатель. Ё-моё. Ну, как я понимаю, нужно запитать абсолютно все вот эти вот механизмы. Ну, чтобы, очевидно, дверь, которая находится позади нас, всё-таки открылась. Но я, если честно, пока что не понимаю, как это сделать. Нет, конечно, есть теория, что это нужно сделать с помощью вот этих растений. Но если это сработает, ребята, я, я не знаю, я, я отказываюсь вообще играть в эту игру. Потому что это слишком круто будет. Так, секундочку. Как бы мне туда дотянуться? О, отлично, дотянулся. Сюда тоже дотянулся. И у нас открылась ещё одна ячейка. Ставим сюда ромашку. И у нас открываются железные двери! Ребята, я, я всё. Я, я отказываюсь вообще понимать, что тут нафиг происходит. И мы вместе с вами, тем временем, попадаем в ещё одно испытание. Вот с такими вот барьерчиками. Ёшкин кот, ё-моё, блина! Так, ребятки, попытка номер два. Это, если что, мой фейл. А не фейл этого замечательного тоннельчика. Наша с вами задача прыгать по вот этим вот барьерчикам. И, во-первых, их можно увидеть, если направить на них мышкой. А, во-вторых, как я понимаю, вот эти блоки сверху подсказывают нам, куда именно нам нужно паркурить. Пока что всё довольно-таки логично. Пока что всё довольно-таки просто. Где-то вот там вдалеке есть ещё один барьер. И, опа, вы видели, ё-моё! Как будто бы по воздуху прошёлся. Попадаем, тем временем, в ещё одну комнатку. И тут очень, очень много предметов. Как я понимаю, наша с вами задача здесь, опять же, всё обыскать. И, вероятнее всего, найти какой-то рычажочек. Ну, или же что-то подобное. Будем осматривать каждый закуток, ребята. И, кажется, я уже нашёл железные слитки. Ладно, окей, хорошо. Железные слитки, видимо, нам тоже вместе с вами пригодятся. Пока что не понимаю, конечно, для чего. Но уверен, что мы с вами разберёмся. Третий железный слиток, тем временем, я уже обнаружил, ребята. И продолжаю наши с вами замечательные поиски. Вот тут я вижу ещё один сундучок. Четыре железных слитка. И даже какой-то пропуск у нас с вами есть. Так, интересненько. И, по большому счёту, нам осталось найти, наверное, ну, наверное, ничего больше. Ну, серьёзно. Потому что пропуск есть. И, вероятнее всего, нам это нужно положить в какую-то из этих воронок. Ну, давайте пока что закинем это куда-то вот сюда. Пропуск от нас вместе с вами благополучно убежал, ребята. И что делать дальше? Я, если честно... О, пока что не понимаю. Так, у нас открылись двери. Это довольно-таки неплохо. И мы ещё раз попадаем в какую-то комнатку. И, как я понимаю... А-а-а-а! Нам, видимо, нужно найти где-то пятый железный слиток вот в этой комнате. Скрафтить вагонетку и с её помощью перепрыгнуть вот этот дурацкий забор. Так, интересно, ребята, интересно. Видимо, мы где-то вместе с вами пропустили один секретный сундучелло. И, кажется... Да, я его обнаружил, ребята. Пять железных слитков прямо сейчас находятся в моём инвентаре. Крафтим вместе с вами вот такой вот замечательный майн-карт. То есть вагонеточку. И в неё присаживаемся. Ну, прекрасно. Прекрасно, ё-моё, ребята. Теперь её ломаем. И, как я понимаю... Да, просто переставляем дальше. Блин, очень интересное испытание, ребята. Действительно, мне капец как сильно нравится. Проходим тем временем дальше. Снова ставим вагонетку. И таким вот незамысловатым образом... Ёшкин кот, тут надо прыгнуть. Как-то очень грамотно. Незамысловатым образом проходим дальше. Бросаем вагонетку и просто в неё в воздухе садимся. Блин, ребята, не испытание. А, если честно, какие-то аттракционы. Ставьте лайк, если вы хотели принять участие в чём-то подобном. Так, а тут надо ехать. Тут надо проехаться, ребята. Наконец-таки. Фух, можно немного расслабиться. И даже откинуться на стульчики. Потому что, если честно, уже немного... Устал проходить эти испытания. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Чё, серьёзно? Я выбрался из деревни жителей номер 13! Да, ребята, посмотрите! Это никакой, как говорится, не фейк и не прикол. Прямо сейчас даже заберусь на дерево, чтобы вам это показать. Вы только взгляните. Я нахожусь на свободе. А жители моей деревни находятся ещё вот там в заточении. Но, как вы понимаете, есть, есть возможность сбежать из этой замечательной деревушки. Поэтому прямо сейчас нужно как можно скорее вернуться в деревню и сообщить об этом носатым. А ролик я на этом буду, пожалуй, заканчивать, ребята. Потому что всё, мы вместе с вами нашли тоннель, с помощью которого мы сбежали. А значит, все планы на сегодня мы вместе с вами выполнили. Если у вас есть какие-то догадки по поводу того, почему нашу деревню, в принципе, закрыли, то обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, а также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»